Валентин Косинюк Валентина Денисовна обучалась вязанию на курсах, повышала уровень мастерства с помощью тематических журналов. Однако, лучший учитель воображения признается женщина. Оно подсказывает, какую комбинацию принта и техники выбрать. Хлопок, лен, шерсть и даже настоящая стопроцентная крапива. Работа со всеми этими материалами прерогатива не только бабушек и людей в возрасте, несмотря на устоявшиеся в обществе стереотипы. Сегодня вязанием занимаются люди всех возрастов. Смастерить игрушку и даже нарядить ее в одежду по собственному эскизу. Для Миры все это пара пустяков. Девочке всего девять, рукоделием занимается полтора года. И не потому, что спицы и пряжа сегодня в тренде. Душа лежит к вязанию. Я правильно сделала? И здесь дальше три воздушные петли. Пока что школьница вяжет только крючком. К спицам переходить рано. Сменить инструмент сейчас, как сдвинуть акцент с удовлетворением на результат. А для большинства важен именно релакс. Она еще маленькая для масштабных изделий. Но качество, само качество вязаного полотна у Мира замечательное. Не всем взрослым так вот удается. Обучиться предстоит многому. Но уже сейчас девочка понимает. Хочет посвятить вязанию жизнь. Стать дизайнером. Открыть собственный салон. Но это потом. Сейчас прежде всего учеба. Мира отличница. Кстати, специалисты утверждают, что чаще всего работой с пряжей занимаются именно люди, склонные к интенсивной интеллектуальной деятельности и саморазвитию. Когда длительное время работает мозг, дальше тело хочет каким-то образом включиться, чтобы, в общем-то, нивелировать интенсивную работу головного мозга. Происходит выравнивание процесса возбуждения торможения, и человек на самом деле успокаивается. Каждый может найти собственные причины, чтобы взять в руки спицы. Оплоды такого творчества не только авторские элементы гардероба, но и разнообразные атрибуты декора. Стефан Филатов, Максим Турчев. Утро нового дня.